так всем привет друзья короче еду опять проверять урал на дорогу карбюратор я хорошенько продал компрессором поменял шланчики они были потресканные возможно и подсасывали воздух вот патрубки вот эти вот подтянул большие вот видео вот эти вот патрубки они вот здесь вот хомут их пережал короче эти патрубки и подсасывал воздух ладно хоть у меня туда вода не попала когда я по полям гонял это было бы печально гидроудар был бы и все считай хана движку а сейчас ребята еду это уже какая третья покатушкой по моему третья покатушка на 9 паре вот видоски выходят сейчас стараюсь каждый день чтобы выходили видосики потому что видосика будет очень много и вот смотрите сейчас какая особенность сейчас когда открываю левый карбюратор тросиком прёт правый прёт нормально сейчас два цилиндра сейчас тащит конкретно так ну чё друзья давайте тестировать сегодня буду регулировать зажигание прямо во время тестирования мотоцикла во время проверки это 2 будет ли его подергивать или не будет ли его подергивать давайте посмотрим все таки чуть-чуть есть какие-то дергания это я еду на 3 скорость 75 по gps в этом положении спидометра сейчас посмотрим бензин это ли это или не бензин на 3 кручу но не в отсечку конечно не в упор все ребята все смотрите утухает утухает мотор все мотор за тут тухнет все тухнет сейчас до 50 сбросит и все дальше не будет набирать обороты все мотор тухнет даже в они воняет чем-то нифига себе я даже воню чуев нифига себе какая вонюча было давайте проверим может это тормоз перегревается нет нет холодный прикиньте если это люлька холодный вообще холодная блин чё за хрена тень такая приключилась что-то греет его да походу он выходит 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 потом две минуты едешь одну минуту едешь он вообще угасает ну да возможно зажигание ранее или позднее зажигание или раннее или позднее давайте будем крутить зажигание ребята я предлагаю покрутить зажигание да и он наверное прихватывает мотор точно возможно его прихватывает вопрос из-за чего его прихватывает либо смесь бедная либо раннее зажигание или слишком позднее зажигание мотор у меня доработанный под 92 бензин так чтобы определить бедная смесь достаточно выкрутить свечу зажигания сейчас мы это сделаем так давайте посмотрим правый цилиндр по нифига себе такое ощущение как будто свечка вообще синюшная может быть калильное зажигание возникает кстати смотрите-ка возможным возможно возможно хотя свечи вообще хорошее нет калильное зажигание вряд ли так а чё там с компрессией в левом цилиндре в левом цилиндре хорошая компрессия пусть маленечко остынет вот такая вот ребята сегодня покатушка сегодня такое ремонтное видео вот кому интересно ребят смотрите до конца в чем будет причина сейчас я посмотрю свечи компрессия есть как и в правом так и в левом цилиндре компрессия не пропадает но что-то подсказывает то что вот это вот свечка реально перекалилась вот посмотрите на цвет смотрите она уже я просто такого цвета но она уже остыла реально она перекалилась ребята из-за этого скорее всего происходит калильное зажигание то разбирается вообще техники да тот знает что это такое свечка вообще на и на и чистейшая не будем говорится мучить резьбу ваше предположение ребята какие ваши предположения почему такое происходит с мотоциклом вообще вообще белая вообще вот здесь вот реально бедная смесь ребята реально бедная смесь очень бедная смесь какая компрессия хорошая если раннее зажигание то у нас вещах тоже повлияет на цвет и можно ошибиться при диагнозе неисправности тоже как вариант сперва чё прежде чем крутить карбы карбы да потому что ребята карбы я продул компрессором уровень бензина в карбюраторах в норме даже чуть-чуть повыше бензин в карбюраторах потому что я думаю он заканчивается и поэтому мотоцикл перестает ехать это отпадает уровень бензина отпадает в принципе иглы у меня откручена на нормальное на нормальное положение да так а чё я закрываю это давайте зажигание будем крутить точно что-то я это куплю куплю пока мотор остывает сегодня ребята солнышко погодка такая хорошая вот чтобы добраться до зажигания на урале нужно три ключика это шестигранник отвертка и ключик на 8 откручиваем крышку что ж такое что ж такое ребята это видео чисто без музыки без ничего чисто такой влог по ремонту ремонт в дороге так я не зову это видео пока что ребята вот такие мне видосики выходит потому что еще видим снега до хрена на хонде я выехать просто не могу просто физически не могу выехать на хонде потому что очень много снега я просто не могу выехать до дороги понимаете на дорогах то нормально уже я просто не могу доехать на мотоцикле до дороги потому что у меня в улице очень много снега вот сейчас будем выяснять причину либо это беднят карбюратора либо это слишком раннее зажигание так мы в принципе все крышку мы считаете уже сняли так камера это пишет крышечка снимается очень легко таким способом на 2 шестиграничках ему убираем пока сюда вот потом делаем что отвертка ключик на 8 и так шестигранник уже не нужен потом вот он в колпачок и ослабляем отверткой два винта алина не видно так два винта слабили ключиком на 8 верхней вот и маленечко сдвигаем его в сторону позднего сжигания в сторону середины потому что мотоцикл едет 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 и прекращает ехать может быть перегреваются цилиндры зажигание возможно все может быть друзья все может быть так давайте ка еще это верхним не дает так все ребят зажимаем чуть-чуть слегонца чтобы проверить протестировать сейчас проехаться ты хорош одеваем крылочку так в принципе зазор на контактах то в норме можно быть зазор на контактах должен соответствовать 0 45 0 45 миллиметра пощупал так мы в принципе все чё крышечку отдел все теперь можно в принципе поехать на тест да я думаю здесь ничего не должно улететь от ветра зажигание теперь позднее ну как позднее маленечко его минусовую сторону отодвинул и теперь ребята поехали на тест как раз двигатель подостыл маленечко теперь уже будет известно вот в ту гору вообще будет классно смотреть да подостыл уже движок давайте ребят будем надеяться то что это как бы зажигание да я конечно выставлял пометки с разведенными кулачками опережения и не разведенными и так и так ну давайте-ка проверим вообще набирает также хорошо смотрите-ка также хорошо и левый и правый цилиндр набирает обороты ну поехали первая-вторая 3 посмотрите-ка по-моему лучше идет нифига себе как урвет прям четвертая но это он холодненький пусть прогреет сейчас но я еще под гору еду но все равно ребята действительно лучше идет на 4 на четвертый пацаны прикиньте нормально тянет это я еще ручку не на всю газую давайте на всю вот теперь на всю посмотрите-ка ребят тянет тянет не захлёбывается ничего нет вообще нормальненько ребята давайте проедем пусть нагреется чё давайте проедем пусть нагреется чё двигатель шикардосик вообще шикардосик вот это да друзья офигеть я сегодня радостный реально я сегодня реально радостный друзья как бы ему все равно до увидели я такое расстояние не мог проехать сейчас бы еще пирометр до по мере температуры цилиндров смотрите-ка и работает нормально офигеть зажигание а я вчера нет я позавчера ну в общем то не помню когда два или три дня назад регулировать зажигание сделал пораньше и отрегулировать зажигание с разведенными кулачками опережения то есть такой метод тоже есть офигеть нормально работает почему я не хочу лезть карбюраторы сейчас объясню когда я купил мотоцикл я полностью его перебирал разбирал в общем карбюраторы тоже разбирал отмывал карбюраторы я регулировал очень очень долго потому что я очень часто мотался короче по трассе в город да это 100 километров очень часто я ездил и в таком тарасовом режиме я отрегулировал отрегулировал к карбюраторе в общем я их так отрегулировал чтобы они были экономичные это раз и второе условие то чтобы они не обеднили смесь не обедняли смесь вот найти на грани да потому что урал это мотоцикл воздушного охлаждения если смесь будет бедная то это грозит вообще перегревом кольца могут рассыпаться и как бы это очень плохо вот у меня основной фактор это я постоянно выкручиваю свечи в этой вот когда его купил постоянно когда тестировал регулировать карбюраторы постоянно откручиваю свечи и смотрел чтобы не было обедненной смеси и что в принципе я с карбюраторами и добился вот свечи коричневые даже маленечко чуть-чуть порой когда иногда едешь правда уже не по трассе они маленечко такие темненькие да так как где 2 перч вот она маленечко такие короче смесь явно не бедны вот так вот поэтому я не захотел лезть в карбюраторы а теперь ребята я попробую еще разочек зажигания отодвинуть еще чуть-чуть его отодвинуть еще потому что мне понравилось сейчас я запомню где я сделал это дело вот здесь учеркану вот это дельце черканул и сейчас ребята еще попробуем другую сторону маленечко покрутим но не в другой а в ту же самую которую двигал первоначального сейчас офигеть так а что если вообще сделать до упора как думаете до упора что будет вообще вообще как он даже будет на холостых давайте посмотрим как он будет работать в левую сторону двигаю сам распределитель до упора давайте посмотрим как он будет работать на холостых оборотах а он не работает он чихает слишком позднее так вот так вот сейчас заведем и будем попробовать на заведенную двигать он завели не хочет работать давайте проверяем странно почему разрядник работает левый он enga а да 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 Продолжение следует... Вот, даже постреливает. Ну, в принципе, ребят, давайте вот я сделаю вот так вот. И так оставлю. Это еще маленечко позднее, да, чем я сейчас ехал. Вот. А что, проверим и тестируем, как бы. Мне нужно просто найти такую грань. Я всегда очень долго регулирую, нудно, долго. Вот. Много времени на это трачу. И я хочу найти такую золотую середину, да, вот эту вот самую изюминку между переходом от нормального зажигания, да, нет, между переходом от позднего до раннего, вот эту вот золотую серединочку хочу найти. И сейчас мы посмотрим. Братан, заводись. Не хочет, прикиньте, пацаны. Ну, это бывает, когда зажигание двигает в сторону позднего, холостой ход падает, падает, падает. Это как бы, ну, нормальное явление. Давайте посмотрим, как сейчас будет тянуть. Первая, идеально. Вторая. Вторая, идеально. Третья. Шикарно набирает прям. Четвёртая. Газ в пол. Тоже прям хорошо. Прям отлично. Слушайте-ка, очень отлично даже. На четвёртой еду. Сейчас хочу подняться, опять там развернуться, не глуша мотор, чтобы уже он прогретый был. Ну, не остывая. И подняться опять в эту гору. Попробую. На четвёртой. Именно на четвёртой. Смогу ли я подняться, хотя бы держа, держа хотя бы 70-80. 80 по спидометру, это по GPS. 95 где-то. 93-95. Я измерял. Давайте попробуем. Мне вот интересно, ребята. Потом я сделаю ещё чуть попозже. И опять то же самое попробую. И буду делать до тех пор. Ну, в принципе, тут раза два захода, два-три захода. Если уже не будет входить со скоростью вот 70-80, да, вот по спидометру, то оставлю так, когда будет входить на максимальной скорости. Так, сейчас сделаю место для разгончика. Где я тогда становился-то, ребят? Ну, мне вот отсюда, от этих вот деревьев, в принципе, должно хватить. Это всё-таки, это мотоцикл Урал. Вот, глохнет. Глохнет, ребят. Когда я отрегулировал до этого, он у меня вообще не глохнет. Глохнет. Странно. И, блин, трещат прям коллектора. Так, когда я здесь выстроил чисто так вот, наугад, да, на счёт всё идеально, поехал. Но это я прилично ушёл от той вот рисочки, которую я начертил отверткой. Это почти до упора. Почти вообще самое позднее. Видать, уже слишком позднее. Давайте вернём обратно. Вернём обратно. Сейчас, по-быстрее вернём, пока не остыло, и поедем. Ну, бывает и такое, что с первого раза ставится, как бы, вообще прям идеально. Бывает и такое тоже. Сейчас я точно, ребят, вам скажу. Хотя, вы, наверное, вряд ли ещё видите. Ну, может, кому-то интересно. Кто-то фанат советских мотоциклов смотрит меня. Я без понятия. Так, да-то риски. Ой, миллиметр такит. Миллиметр таки. Два точно было. Три, наверное. Вот сейчас я возвращаю на эту риску, как он начал ехать у меня. Вообще хорошо. Давайте запустим движок. Опа, на скорости. Давайте прибавим холостого чуть-чуть. Вон, здесь два миллиметра. Здесь два миллиметра. И попробуем покрутим маленечко. А в сторону позднего двигателя теряет обороты. 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 сейчас делаю до моей метки на 2 на 2 миллиметра раньше пораньше будет зажигание на 2 миллиметра сейчас попробуем заедем в гору или не заедем в гору просто если будут подергивание это уже означает то что все хватит так поехали пацаны рая в принципе идеально 3 4 не не то не то ранее штук появился все угасает мотор угасает мотор не едет мотор и запах вот этот вот угасает мотор значит ребята это говорит о том что я первый раз выстрел просто попал в эту изюминку вот и вот этой изюминки я пробовал 2 миллиметра в обе стороны вот сейчас 2 миллиметра в другую когда сюда ехал 2 миллиметра в другую но я уже почувствовал то что такой тяги как на как на четвертой скорости не было когда я вот сюда ехал давайте вернем обратно да это уже получается она ранее давайте заведем мотор специально на горячую вот сейчас буду крутить нет даже вот на миллиметр уходишь от моей метки уже не то все так и оставляю все ребят я оставил так как отрегулировать чисто наугад поставил оказалось идеальное положение он утром работает в такт два цилиндра расходится вспышки одновременно как будто одноцилиндровый он так и должен работать он так и должен работать ну в принципе ребята в принципе в принципе мне в принципе очень таки понравилось то что то что у меня даже бензина практически здесь нету офигеть уже не потянул он слишком оказалось и видно даже по коллекторам они стали темненькие все ребята так и черканул и все вообще прямо если честно пацаны я очень рад то что это сжигание казалось меня настроены потому что в корбы лезть это знаете такая как бы такая как бы в идее да не особо не особо хорошая идея лезть в корбы потому что корбы разладить очень вообще не составит никакого труда потому что их регулировал очень 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 много времени в трассовом режиме постоянно откручивая свечки по три раза четыре раза за дорогу когда я ездил когда вот я только купил мотоцикл так все подтянули здесь подтянем еще разочек овощи и ключиком так и ключиком есть крышечка да блин но теперь я могу ехать спокойненько вообще 90 не даже не переживай за перегрев так все затянули сжигание у меня обслуженное контакты чищены и все сам смазанное все вообще зазорчики в норме все все просто секси бэйби все просто секси бэйби скажем так мы в принципе все сейчас ставлю крышечку так шестигранчик чтобы потерять и в принципе ребята очень такая удачная 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 скажем так вылазка сегодня ремонтная вылазка скажем так скажем так удачная вылазка вообще прям по кайфу наверно люди знают то что я катаюсь блин постоянно в этом месте снимаю какие-то видюхи что-то фоткаю блин даже не хотят остановиться вот еще вот эти крышки есть пластиковые крышки сжигания чтобы не пробивали с катушки не знаю мне вроде это нормально ну кто-то ставит чтобы выяснить причину как бы это не миф а вот у кого-то бывает до мультик весь грязный конечно но куда деваться блин ребят я ездил блин на мотоцикле постоянно у меня такой вот межсезонье летом я практически не выезжаю так иногда когда сгрустнется по по природе по бездорожью когда сгрустнется я прям без проблем это мне хватает буквально несколько покатушек я потом от этого момент остываю я представляю на целый сантиметр она была ранее сжигание вы прикиньте насколько я сдвинул угол сжигания где-то там на целый сантиметр это очень существенно это очень существенно так все мы в принципе друзья в принципе все теперь теперь что теперь давайте подытожим 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 таким образом ребят давайте подытожим знаете таким образом да сейчас мне установлена девятая скоростная пара в редуктор на которой я буду в основном ездить по трассе да ну и также бездорожье леса поля вот теперь нагрузка на двигатель немного увеличилась соответственно тяга чуть-чуть понизилась но в принципе движок ее вытягивает что на 4 сюда залетаю с коляской этого как бы нормально да вот теперь когда я буду двигаться по трассе мне нужно будет сделать следующее мне нужно будет постоянно проверять свечи и возможности попытаться чуть-чуть обогатить смесь карбюраторами чуть-чуть обогатить смесь для этого мне нужно будет сделать всего лишь один ну одно простое действие это маленечко поднять иглах буквально два миллиметра не больше не больше но это при условии если у меня будет бедная смесь будет такой небольшой намек на бедную смесь в принципе у меня корбы как я вам говорю сегодня то что они отрегулированы вот так что вот такие дела в принципе все что надо снять шлем жарко мне еще достало